Тем временем в Крае завершается подготовка к отопительному сезону. Этот вопрос сегодня обсуждали на президиуме правительства. Сейчас более 90% теплосетей и котельных готовы к наступлению холодов. Практически идентичные цифры с готовностью жилого фонда. Также полным ходом идет северный завоз. До 10 октября на Таймыр, Втаруханский, Енисейский, Мотыгинский и Северо-Енисейский районы отправят 220 тысяч тонн угля и горючь-смазочных материалов. Сейчас план уже выполнен на 70%. По мнению властей, край с подготовкой к осенне-зимнему периоду справляется успешно. На подготовку к УЗП, в том числе из всех источников финансирования, это и средства предприятий, это средства всех бюджетов, запланировано порядка 13 миллиардов рублей. Несмотря на те явления, которые были осложнены коронавирусной инфекцией и были просадки по собираемости в апреле, мае и июне, тем не менее предприятия сосредоточились и планово готовятся к осенне-зимнему периоду. Также на президиуме губернатор акцентировал внимание на снижение экологической нагрузки от частного сектора. Этот вопрос стоит особенно остров в холодное время года. Глава региона поручил в течение полугода найти замену старым видам топлива, которые сейчас используют люди. У нас есть важнейшая экологическая задача действительно снизить экологическую нагрузку, которая сегодня дает нам частный сектор. Как известно, у нас есть три принципиально возможных подхода. Это электроотопление, где проводится такой эксперимент, так называемый бездымный уголь, сибирский брикет. И тема, о которой мы начали говорить теперь, что называется, в полный рост, это пилеты.